Осьминоги, стрекозы, самолеты, скрипичные ключи заполонили просторы Новороссийска. Воздушный змей уже давно утратил свой первоначальный вид. Современные летающие конструкции поражают разнообразием форм, размеров и расцветок. Часть участников своих змеев приобрели в магазинах, но есть и те, а их большинство, кто создал своими руками. Как, например, вот эта черноморская царевна, которая берегает Цемесскую бухту. Коллективное творение. Мы попробовали как дизайнеры поработать над общим видом, но у нас не очень получилась самоконструкция. Это все-таки нужно вопрос еще изучать, изучать и тренироваться, развиваться в этом плане. Мы сделали такого одного общего змея, называется, ну как бы легенду сделали, Мария Марьевна, черноморская царевна, которая летает и там всех охраняет, всем помогает, а беды всякие от города отгоняет. Вот такая Мария Марьевна. Многие участники фестиваля приехали заранее, как говорится, чтобы поймать ветер, а вместе с ним и удачу за хвост. Мало поднять аппарат в воздух, делятся владельцы змеев, его нужно еще суметь удержать. И чем выше, тем лучше, говорит семилетний Данил. Его самолет «Черноморец» также коллективный труд. Масштаб работы поражает. Хожу в кружок немного больше года. Мы сделали вместе с ребятами в кружке этого змея. Нас пригласили поучаствовать, так как мы авиакружок, поэтому наш воздушный змей выполнен в форме самолета. А так как мы располагаемся в помещениях футбольного клуба «Черноморец», то и эмблемы у нас соответствующего нашего любимого футбольного клуба. Управление такими воздушными машинами считается своего рода спортом, но принять участие в фестивале могли все желающие. Многие на городскую набережную пришли целыми семьями, а кто-то – коллективами. Жюри оценивало по четырем критериям – размер, высоту полета, креативность и идею. Фестиваль проходит второй раз. Можно сказать с уверенностью, что фестиваль набирает обороты. То есть количество участников минимум увеличилось в два раза. Подготовленность змеев, качество мы увидим. То есть действительно вся набережная в змеях, красивое шоу. Есть небольшие недоработки. Мы, естественно, будем их исправлять, улучшать, потому что новое направление. Очень многим нравятся вот эти улыбки, которые мы подарили совместно с администрацией города. А вот это творение коллективов сельских центров культуры. Хрупкий змей, собранный из тысячи воздушных шаров, сегодня не просто принимает участие в фестивале. Он пролетит над всем городом, как символ праздника. Мы назвали и змея нашего, и нашу презентацию «Мелодия души». Это, в общем, о том, что у всякого художника, у всякой творческой личности в душе должна быть мелодия. Поэтому у нас и хореографический номер в презентации, и вокальный номер, и театрализация, и запуском воздушных шаров в виде скепичного ключа. То есть это вот наше понимание, наше видение мелодии души о том, что в каждом человеке, в каждой творческой личности это должно быть. И этим нужно делиться со всеми окружающими людьми, с нашими горожанами в этот замечательный праздник, День города. После окончания официальной части никто не спешил расходиться. В небе над морским вокзалом вместе с чайками еще долго летали различные звери и сказочные герои, поднимая настроение всем новороссийцам. Алина Калмыкова, Петр Йоркин, Новая Россия.